2 сентября, в День знаний, на Комсомольской площади проходило централизованное представление. Рубрика «Город сегодня, город завтра» далее в нашей программе. В королевстве невиданных наук так называлось данное мероприятие. Работники Дворца культуры города Амурска показали целый спектакль, собравшиеся будто оказались в 39-м царстве, в 39-м государстве. Была и королева, и принцесса, которая не хочет идти в школу, и шуты, которые пытались урезонить вредную принцессу и уговорить ее учиться. Правда, иногда представление прерывалось для того, чтобы провести игры для школьников. Как только шуты или принцесса скажут, сколько им нужно человек для следующего конкурса, тут же все дети сбегались около сцены, тянули руки и кричали «Выберите меня». Конкурсы были самые разнообразные, но, естественно, выдержанные в школьной тематике. Игры проходили шумно и с большим ажиотажем. Ах, какое небо сегодня синие, солнечные зайчики снуют. Школьники нарядные, красивые, в школу первый день они идут. Будет первый звонок, будет первый урок, здравствуй, новый учебный год. И у школьных дверей рады видеть друзей и улыбки учителей. Было-было лето беззаботное, озеро, рыбалка, игры, пляж. Даже дни осенние, холодные, вспоминаем летний оттенок. Будет первый звонок, будет первый урок, здравствуй, новый учебный год. И у школьных дверей рады видеть друзей и улыбки учителей. Ребята разгадывали интересные загадки, играли целыми командами, проходили сложные эстафеты и танцевали на сцене, повторяя движения за принцессой. Все это время принцесса смотрела на детей и видела, как они радуются первому дню в школе. И даже немножко им завидовала. Так что шутам удалось выполнить поставленную им задачу. Потому что принцесса наконец захотела учиться. И именно на этой веселой ноте и закончилось театрализованное представление, после которого прошел праздничный концерт. Таких мероприятий в нашем городе должно быть намного больше. Ведь с помощью них школьники узнают много нового. Во время командных игр знакомятся и находят новых друзей. И просто веселятся и хорошо проводят время. Редактор субтитров А.Семкин